Добрый день, дорогие друзья, с вами снова я, Акравцев Сергей, и сегодня мы будем разговаривать о нарциссах. И вообще на моем канале, если вы впервые, уча видосов о нарциссах, про нарциссах, про темную тряду, и о том, как с этими всеми товарищами коммуницировать. Так что, если вы впервые на моем канале, то подпишитесь внизу, и не забудьте посмотреть все видеоролики на данную тему, потому что их скопилось у меня великое множество. Однако не забывайте, что канал посвящен фитнесу, медицине и психологии. И это только малая доля того, что я планирую размещать на канале, и что размещено на канале в целом. Ну а мы начинаем. Итак, дорогие друзья, это выпуск о том, как, соответственно, вообще определить нарцисса, и о том, что такое нарциссическое расстройство личности. Это более-менее научный такой выпуск, и в конце выпуска я озвучу сугубо научные выдержки, чтобы вам было понятно, из каких, так скажем, главных таких тезисов состоит вообще понимание нарциссического расстройства личности. Но самое главное не это. Самое главное, чтобы я объединил для вас вот это вот видение, понимаете, видение научного подхода и ненаучного к этому. Потому что, с одной стороны, мы должны понимать все как по книжкам, да, и пользоваться обязательно теми тезисами, которые я озвучиваю. Но в целом, поймите, как бы, понимаете, не только, да, наукой живет человек, особенно занимающийся психологией. Иногда есть такое клиническое предчувствие, клиническое мышление, когда мы еще не достигли в голове логического понимания, почему мы считаем, что это нарцисс, такое как предчувствие, да. И вот почему я считаю, что это нарцисс, хотя это еще не сформировалось в моей голове, я еще не понял, нарцисс это или нарцисс как бы логически у себя в голове не закрутил. Но где-то, вот, понимаете, на подсознании вот это бам-бам-бам-бам-бам уже работает, что что-то такое, где-то я видел, как-то вот так уже было. И нужно понять сейчас, почему я решил его подозревать в нарциссизме, да, почему я решил подразумевать этого человека, подозревать его в нарциссизме. Вот о чем я еще хотел бы с вами поговорить до того, как я озвучу научные тезисы. Итак, мы все понимаем на истории, да, и именно историю я хотел бы вам рассказать. Я хотел бы вам рассказать такую общую историю, она будет в себя включать, ну, наверное, пятилетний опыт мой общения с нарциссами. Особенно это касается нарциссов-мужчин. Женщины-нарцисски, вот, лично на моем опыте, опять же, ненаучно все это дело будет сказано, женщины-нарцисски как-то более скромны. Более скромны они, понимаете, и, соответственно, таким образом, вот, ну, почему-то мне вспоминаются именно мужчины, которые так себя ведут. Но, соответственно, можно очень хорошо, очень хорошо отследить таким образом и отфильтровать нарцисса от ненарцисса, от истерика, от другого любого типа личности, да. И, соответственно, в чем это будет выражаться, вот это поведение? Вы просто начинаете разговаривать с нарциссом. Едете вы в машине или просто как собеседник участвуете. И нарциссы, они готовят, как правило, какой-то разговор тет на тет. У них есть заготовленная речь такая в динамике, которую они, если они решили уже с вами, так скажем, взаимодействовать напрямую, вас прилавливать, ловить его в свои сети, они вас выведут на этот разговор. Разговор будет заключаться в том, что он, соответственно, будет вас сейчас с вами коммуницировать и вас как бы заманивать в свои сети, чтобы вы в нем заинтересовались, возможно, заинтересовались как в ресурсе, да. И он будет рассказывать какую-то красивую сказку о том, что он великий коммерсант, он владеет, соответственно, какими-то нефтевышками, он очень умен, он владеет какой-то информацией, возможно, даже знаете, эта информация, она будет секретной, да, секретной, вы не имеете доступ к этой информации, а он имеет. В зависимости, конечно, от той или иной ситуации, эту информацию чаще трудно проверить, ну, так уж нарциссы устроены, и продоподобно-непродоподобно эта информация звучит, уже зависит от того, насколько интеллектуальный наш нарцисс. Но для нас важно для выявления вот что. Когда нарцисс презентует себя, речь его достаточно отработана и заготовлена. Помните, что когда он коммуницирует, он уже, соответственно, у него уже заготовлены некоторые триггеры, да, как крючки такие, и он этими крючками собирается вверх по вашей, соответственно, ну, так скажем, психики в ту сторону, в которой самое слабое место, да, когда мы человека переоцениваем, как скалолаз ползет по нам вот этими триггерами, как крючками. Это просто не моя придумка. В одной статье увидел, мне понравилось, американская, вот там он сравнивал со скалолазом, то есть и картинки были, не смог скачать, хотел даже скачать, не смог, потому что, соответственно, какая-то там, видимо, защита стоит, не стал возиться. Но смысл в чем? Смысл в том, что вот как крючки, и он ползет наверх по нашей самооценке. И по нашей оценке вообще не только самооценки, но и оценки его как личности, да, по всему нашему внутреннему я, он сползается в самую душу, в закрытый наш такой сейфик, там был нарисован, в сейфик он ползет, да, хочет забраться внутри нас, чтобы мы его начали переоценивать, чтобы мы им начали восхищаться. Как это сделать? Нужно вывести нарцисса в диалог, где он не, так скажем, в котором он слабо разбирается. Идеальная ситуация, чтобы он не знал, что в этой сфере вы хорошо разбираетесь. Ну, к примеру, у меня было пару случаев, люди еще не знали, что я врач. Люди еще не знали, что я врач, и очень просто заговорить с человеком на медицинскую тему. И человек начинает выдавать косяки. Начинает выдавать очень сильные косяки, в плане каком? Он начинает врать о каком-то заболевании, которое у него было. Вот прям яркий случай, случай жизни. Нарциссс врал, что он болел раком, и он сказал, что в итоге от рака его вылечили. Ну, в общем, сейчас не вспомню, но чуть ли не МРТ это было. Ну, то есть, смотрите, в чем суть. То есть, он знает какие-то слова, он не имеет никакого отношения к медицине. Он вспомнил, что МРТ это что-то про медицину. Он не знает, что я врач, что я знаю, что такое МРТ. И он просто набирает какие-то там термины, берет их и использует. Он не подозревает о том, что вы его можете раскусить. Поэтому вот он что-то там называл МРТ, он называл какие-то такие вещи, связанные, соответственно, ну, просто что-то там гидроколоннотерапию. Ну, то есть, вот ему он помнил, может быть, где-то знал откуда-то это слово, и он его просто назвал. То есть, была такая солянка из слов, вообще не представляющая логики. То есть, я вижу, что человек хочет просто произвести впечатление. Иногда можно просто подыграть. Просто подыграть для того, чтобы понять, куда ведет человек, да, в чем суть этого диалога. Можно посмотреть просто дальше, это же уже манипуляция. Просто ожидайте того, что будет дальше. В моем случае, соответственно, нарцисс говорил, что он там занимается каким-то медицинским бизнесом вообще. Вот у него есть еще и медицинский бизнес. И приглашал к сотрудничеству и так далее. Ну, то есть, понимаете, человек как бы прощупывает всегда, очень часто среди нарциссов есть мошенники, и человек всегда прощупывает какие-то слабые места, да, слабые места. Если ты готов вложить в это деньги, если ты готов вложить в это время, ну, значит, вот ты такой как бы податливый, да, тебя можно обмануть. И сейчас он быстренько, быстренько эту ситуацию как-то раскрутит, развертит. Может быть, тебе это интересно каким-либо образом. Вот. Поэтому как бы вот так. Ну, там суть ситуации в том, что, чтобы было понятно, что меня свели с человеком, который, соответственно, предлагал там типа инвестор, но, в общем, предлагал там разного рода сотрудничество. На мой взгляд, мне показалось то, что он все-таки больше мошенник такой. Но, соответственно, суть была примерно такая, что не представили меня как врача, а представили просто как человека, интересующегося, ну, тоже различными видами деятельности, коммерческим сотрудничеством, вот, в том числе и в сфере медицины. Ну, и вот так вот человек очень много промахивался в диалоге. И вот это промахивание вы должны его отслеживать. Особенно, заключая какие-то либо сделки, договоры с людьми, когда идут документы какие-либо. То есть в документах может быть все, на первый взгляд, чисто. И ловушка может быть где-то еще. Но человек обязательно должен разбираться в том бизнесе и в том вопросе, по крайней мере, в котором он утверждает, что он разбирается. И если он, соответственно, этого не делает, ну, там где-то нужно бежать, там где-то какой-то подвох есть. И второй момент ненаучный, который я хотел сказать, он, в принципе, сравним с первым моментом, то, что я говорил. Это лекции нарцисса, так называемые. Я даже хочу снять, может быть, отдельное короткое видео об этом. Лекции нарцисса. То есть нарцисс очень часто не дает вам высказаться. Нарциссы очень часто даже готовят свою речь перед зеркалом, часто репетируют, и они могут, ну, вот умеют, я даже завидую таким людям, они умеют по многу раз в одной и той же форме произнести одну и ту же фразу и речь. То есть мне очень тяжело говорить по тексту. Все свои видео для вас я, вы можете заметить, снимаю очень импровизированно. То есть я выдаю вам, как правило, ту информацию, которую есть. Иногда немножко, в силу, если того, что идет какая-то терминология, я ее долго не касался, я могу подглядеть, просто забыть какое-то слово. Вы в видео это замечали. Очень часто я просто, ну, могу, вылетают иногда и простые слова, ну, вот бывает такое. Вот, соответственно, нарцисс, он повторяет, вот прям и дословно учит текст. И он не умеет разговаривать. Он, понимаете, нарцисс, вот человек, который вот сфокусировался вот так вот узко, да, вот он только стоит на одном месте, понимаете, он видит только себя, представим, вот этот вот такой прожектор, который бы сейчас светил только на меня, да, хотелось бы сделать такой эффект, но у меня не получится. Вот, и, понимаете, я как бы, будучи нарциссом, я бы не мог выйти сюда или сюда. Я могу смотреть только сюда, только на себя, я вижу только себя. И мой способ коммуникации – это демонстрация себя, ну, субъекту другому. Я не могу видеть субъекта и коммуницировать с ним правильно. То есть, в каком смысле? Услышать его, услышать его по-настоящему. Сделать этот диалог живым. Даже можно сказать, что с нарциссом – это мертвый диалог. Диалог в одну сторону. В чем это заключается? Нарцисс в обычной беседе не умеет слушать собеседника. Он его постоянно перебивает, и вот эта лекция нарцисса, она патологическая. Она может длиться, это просто с ума сойти. Это же нет, понимаете? У меня есть просто живые примеры. Это лекция в 4 часа, когда в лучшем случае вас послушали, я прям считал, 4 раза. То есть, раз в час нарцисс мне давал высказаться. И чтобы вы понимали, это была не консультация вообще, это бытовой диалог. То есть, мне за это вообще не платят, как бы, ну, то есть, просто это диалог. И не с одним человеком. Это целая серия всех моих знакомых нарциссов, и открытых, и закрытых, которые умеют общаться только там. Грандиозно удивляет в этом то, что нарцисс, как бы, понимаете, он сидит реально, реально сидит и готовит какую-то тему в интернете. Как он поговорит, он мне прям рассказывал один чувак. Я говорить вот так не могу. Я готовлю какую-то тему в интернете. Я сижу, я вот это вот думаю, что я скажу. То есть, понимаете, почему так важно его разоблачить в его незнаниях? Потому что он готовится, он сидит, у него есть... То есть, если в это не вдуматься, вы можете его реально посчитать за чувака, который, ну, как бы, понимаете, что-то вам интересное такое впаривает. Он говорит, я, значит, планирую заняться каким-то бизнесом, или вот вы девушку. Он говорит, ты знаешь, это я сейчас вот работаю, ну, работаю охранником, да, но на самом деле я планирую открыть свое охранное агентство. Я уже ездил, я оформлял лицензию на ООО, там, на ношение оружия, на пятое, на десятое. Или на самом деле я секретный спецагент. Я не говорил тебе правду и поверь, оно страшное. И он действительно там что-то такое залечит, понимаете. Я сотрудник ЦРУ. То есть, поэтому та сфера, в которой себя нарцисс презентует, очень важно, чтобы она не оказалась фейковой. Или его стремление, допустим, в вас, как в девушку, вложить деньги, может оказаться фейковой. И вот чтобы это понять, нужно, соответственно, развивать эту тему и нужно расставлять правильно взаимоотношения между вами и нарциссом, чтобы не оказаться в дураках. И самое частое, то, что девушки оказываются в дураках или бизнес-партнеры нарциссов, это в том, ситуация состоит, что у нарцисса просто нет того ресурса, которым он оперировал. Или тех знаний, которыми он оперировал. И все, что он говорит, заканчивается здесь и сейчас. Он только на два часа выбрал диалог. Понимаете. То есть, если вы приходите к врачу, или звоните врачу, да, или там звоните полицейскому, юристу, не знаю, ну кому-то вот какие-то специальности такие базовые, повару, не знаю. Ну мы всегда, как правило, вот любая профессия, которая четко поставлена, ну понятно, что тамада там, я не знаю, не будет же он шутить сходу, да, как-то что-то делать, фокусы придумывать эти, как их называют. Ну, короче, как там эта шутка, конкурсы, да, конкурсы про тамаду. Так вот, он, соответственно, не будет это придумывать, а, ну, какие-то четко поставленные специальности структурные, не шизоидные, опять же, не художник, да, вот что-то такое конкретное. Врач, там, допустим, эндокринолог, он что-то, но скажет по гормонам конкретное. Пускай там нужно, конечно, посмотреть анализы, или там невролог, там он должен посмотреть МРТ, каждый врач должен изучить больно. Но какую-то базовую, какие-то тезисы он может сказать, в принципе, вполне прокомментировать одно-два слова. Нарцисс, или там по другим каким-то заболеваниям, как врач, я могу же комментировать, там, неврологические заболевания, еще какие-то. Вот, и, ну, мы владеем достаточно широким спектром знаний, чтобы одно-два слова, но назвать по тем или иным каким-то партерам, да, вещам, какие-то тезисы. И нам не нужно для этого готовиться. Нарциссу нужно готовиться. То есть, потому что все, как правило, если он не владеет какой-либо профессией, все его знания, они мозаичного типа. И даже в профессии его знания мозаичного типа. То есть, он глубоко не способен погружаться. И в этом сложность коммуникации с нарциссом, как с партнером, в первую очередь. То есть, говоря другими словами, нарцисс не может глубоко изучить данный вопрос. Даже если он является, к примеру, там, врачом-неврологом, да, он все равно будет стремиться к тому, чтобы показать статусность себя, как врача, быстрее приобрести, допустим, какую-либо известность в рамках того, какого-то уникального, да, может быть, арханного, редкого заболевания. И он будет его стремиться лечить. Ну, понимаете, проще лечить только одно заболевание. И по нему, ну, иногда, да, особенно, ну, у нас, понимаете, мы же в России, тоже есть некоторые особенности ввиду этого. Проще по ней быстрее получить, допустим, ну, какую-то кандидатскую написать. Вот. Чем нежели заниматься вот этим вот, ну, в общем, всей этой, там, неврологией, допустим, все в куче, там, изучать много лет. Или также, ну, это касается эндокринологии, это касается вообще любого, там, повара взять, да, то есть то же самое он может, ну, я просто не знаю, как повара там развиваются, какая система вознаграждений, там, статусная, статусной иерархии стоит. Но, то есть вот с врачами очень часто так происходит. То есть врач, нарцисс, он склонен выбирать узкую специализацию для того, чтобы, соответственно, ну, быстрее пойти по карьерной лестнице, быстрее, вот, заполучить эти красивые медальки. Ну, как и стероид, в принципе, то же самое. Но врачи и стероиды, как правило, они как-то уходят в сторону заработка, а, соответственно, врачи, вот, нарцисс очень часто уходят в сторону науки, что, как бы, парадоксально не было. Но, действительно, то есть что значит здесь мозаичного типа? Он будет, действительно, профессионалом, но по большей части в лечении, вот, ну, как бы, вот, специалист по одной наздре. Ну, это не хорошо, не плохо, это вот такой тип личности, и такой способ его, так скажем, ведения жизнедеятельности, это вполне нормально. Другое дело, что, соответственно, очень часто нарциссизм – это такое заболевание характера в каком-то смысле, да, опять же, если обывательски говорить, это проблема личности, и мы сейчас с вами обсудим, вот я озвучил вам не, так скажем, научный такой подход, как вот основные, да, вещи, которые я не говорил про нарциссов, всегда хотел куда-то это вставить в видео. Сейчас будем разговаривать об этом научно. Нарциссизм – это расстройство кластера БИИ, туда вписаны антисоциальные, гестринные, по-моему, еще, да, самое главное – антисоциальные и нарциссические расстройства. Вот по поводу антисоциальных, ну, то есть, понимаете, нарциссизм, он, ну, не то чтобы рядом стоит, да, с антисоциальным, но оно, грубо говоря, такие, видите, неприятные, так скажем, вещи туда вписаны, и вы должны понимать, что вот этот кластер БИИИ, он, грубо говоря, вот создан, объединен всеми вот этими неприятными, несколько вещами, идущими, ну, в разрез социуму, скажем так, в разрез социуму. Для нарцисса характерно чувство собственной грандиозности. Именно так это и характеризуется в русских переводах, в русской психиатрии очень часто используется слово грандиозность. То есть, нарцисс как бы преувеличивает собственные достижения, да, он говорит, что, к примеру, я не просто видеоблогер, вы знаете, у меня целая тысяча подписчиков. А теперь представьте, вы стоите на какой-то сцене, и к вам пришло тысяча человек целых, да, и вот эти тысячи людей, они смотрят и внемлют на тебя. Вот, то есть, понимаете, можно же по-разному повернуть. Можно сказать, блин, у меня тысяча людей, ну, это дохрена как мало, да, это по факту очень мало. Я помню, очень переживал, когда у меня было тысяча подписчиков. Я сейчас переживаю, в принципе, но я рад, что тенденция идет хотя бы вверх. А нарцисс, он всегда, ну, конечно, он тоже может переживать, что их мало, он объективную реальность воспринимает нормально, внутри своей головы. Но озвучивать ее для него свойственно все, как бы перевоплощать в грандиозный манер, как бы транспортировать эту реальность, говорить о том, что она суперградиозная, суперклассная. Вот, и, соответственно, таким образом для него важно вот это вот, не просто не ущемлять самооценку, он может только тогда свою, когда он суперградиозен. Любой другой случай, когда он просто обычный парень, для него крайне болезнен. Поэтому, соответственно, нарцисс будет стараться казаться максимально грандиозным, таким раздутым, большим, вкусным пирогом. Следующее, что интересно, это фантазии нарцисса. Когда нарцисс включает вам лекцию, о которой я говорил, он часто увлекается иногда. И из заготовленных слов, особенно если вы с ним начинаете говорить, ну да, допустим, я готов с тобой вести этот бизнес, он начинает нести уже такое колесицу, можно отследить, он иногда уходит совсем в фантазии. Он может сказать, что я хотел бы научиться летать, я хотел бы стать Богом. Причем это люди акцентированные мне говорили, они еще не, соответственно, зашли в патологию. У них есть семья, они не наблюдаются у психиатра. Но они реально в какой-то момент говорили, что они думали о том, как было здорово стать Богом, стать властителем всего мира, стать, соответственно, кем-то вот таким, видите, опять грандиозность, да, включается максимально грандиозным. И это очень любопытно. Вы понимаете, разные люди в разное время мне говорят одинаковые вещи. И все они страдают одним и тем же нарциссическим расстройством личности. И оно заставляет их разговаривать одинаково и мыслить в одинаковой форме, форму придавать мыслям. Это очень интересно. Вот понимаете, это просто офигенно интересно, потому что, да, как я говорил, существует определенная программа, прошивка, в рамках которой человек может действовать только в этих рамках. Для нарцисса очень важно его окружение. Помните, когда вы, соответственно, общаетесь с нарциссом, если это истинный настоящий нарцисс, без каких-то примесей и так далее, он всегда упомянет, что он может вас познакомить с кем-то особенным, ну там, не знаю, с президентом, да, с каким-то высокопоставленным чиновником или коммерсантом, с кем-то уникальным, и они любят ссылаться на какие-то имена, упираться, это их костыль, так как в убеждениях, да, у них мозаичные знания, и знаний им, как правило, не хватает для того, чтобы, ну, чувствовать вот эту уверенность, да, очень часто они могут ссылаться на какой-то авторитет, с которым они работают, сотрудничают, и прикрываться этим авторитетом. Часто авторитеты выбирают опилептой, кстати говоря. Ну, еще один такой момент, это, соответственно, потребность восхищения. Если вы не оценили той лекции, по крайней мере, того маленького кусочка, который для вас подготовил нарцисс, вы его обесценили. Вы обесценили те четыре часа, которые он распинался и рассказывал вам, как все будет красиво. Вы обесценили ту гениальную многоходовку, которую он думал, что вам предоставят. Вы обесценили, понимаете, это все. И, соответственно, когда вы будете разговаривать с нарциссом, вы должны его оценить, чтобы просто не обидеть, да, и чтобы, в первую очередь, если вы его резко обидите при первом знакомстве, он может и зло на вас затаить. Поэтому, ну, не нужно резать сразу тут, да, многие не выдерживают, обрывают нарциссов. Нужно дать ему высказаться, и не нужно ни в коем случае, соответственно, как бы нашего пациента этим беспокоить. Если вы решили потратить на него час, ну, старайтесь выслушать его этот час, и, исходя из его, соответственно, речи, строить какие-либо, ну, не пациенток, клиенты, или там, человека, с кем вы общаетесь, да, исходя из его речи, старайтесь делать какие-либо выводы. Не нужно стремиться его перебивать или как-то спорить, менять его мировоззрение, потому что лекция нарцисса, она заготовлена, и он действительно в какие-то тезисы в ней может и верить, и, по крайней мере, он, они, ну, как правило, не так уж и намерены быстро менять свое мнение. Ну, во всяком случае, не все нарциссы это умеют, потому что он уже вошел в раж, он тут как бы включил свою грандиозность. Чувство избранности. Чувство избранности, дорогие друзья, то есть чувство избранности в том плане, что нарцисс, он верит в то, что он как бы максимально избран для великой цели. Он, в отличие от проноял, не понимает для какой. Мы можем устроить коммунизм, можем лечить людей, можем, соответственно, не знаю, петь песни, да, все, что угодно. Нарциссу без разницы абсолютно. Самое главное – это то, что он верит, то, что он как нео избран для чего-то, что он самый великий, это пересекается с идеей грандиозности, перемешивается, и, соответственно, к вам в психиатрическое отделение поступает человек, который считает себя Наполеоном или, в худшем случае, лошадью Наполихона. На этом фоне следующим пунктом хотелось бы высказать, подметить, отметить некоторую вещь. Смотрите, если я великий, если я уникальный, если я особенный человек, если я Наполеон, если я человек, который достоин особого отношения к себе, что из этого вытекает, подумайте. Помимо того, что люди ко мне должны относиться по-особенному, но многие люди плохие, многие люди плохие, и они не могут осознать, что ко мне нужно относиться по-особенному. Я особенный, я заслуживаю большего. Всегда, в любой ситуации, неважно, я заслуживаю большего. Это один из главных, так скажем, составляющих ядра такого нарцисса. Ядро имеется в виду главный стержень. Вот он главный партер, я самый-самый. Значит, те люди, следующий пункт какой? Те люди, которые меня окружают, все мое окружение, я к ним могу относиться, как хочу. Такой эгоизм нарцистический, да? Я к ним могу вообще как угодно относиться. Не плевать. Не плевать, как они там себя ведут, что они хотят, не хотят. Я сейчас буду делать все, что я захочу. И очень часто нарцисс в такой, когда идет у него бар, и он в маниакальной фазе нарывается на эпилептоидов и может даже на физическую резкую агрессию нарваться от эпилептоида. Потому что эпилептоид, он такой может быть взрывной, он просто ему пэм, крюка пропишет, и все. И там, где нарцисс переборщил, переборщил, и бывает, они в маниакальной фазе особенно где-то там переходят на храмство, чувствуя себя особенным, Наполеоном, да, в этот момент. И эпилептоиды не будут разбираться, Наполеон он или нет. Он сначала будет защищать свою территорию, свое окружение, потом уже разбираться Наполеоном, Бонапарт или еще там кто-то. Следующее, что хотелось бы отметить, нарцисс не сочувствует. Так можно прям где-нибудь себе записать, сказать, зафиксировать, и вы можете его протестировать на это, и он совершенно не будет об этом подозревать. Очень часто вы путаете, путаете нарциссов с кем-то другим, и чтобы отделить его, допустим, от эпилептоида, понимаете, допустим, эпилептоиды, они могут сочувствовать. Они могут сочувствовать, например, другим именно людям, что очень важно. Не нужно рассматривать здесь животным, а сочувствие их животным можно вообще. Ну, маленькое видео тоже снять. Считается, что психопаты могут сочувствовать животным, но не могут людям сочувствовать, что интересно. Поэтому нужно смотреть здесь с точки зрения, чему он сочувствует. Для нас очень важно в норме уметь сочувствовать именно людям. Именно человеческий субъект, ну, очень крайне важно, чтобы человек мог человеческому субъекту сочувствовать. Вот так бы я выразился. И здесь, соответственно, нарцисс палится. Если говорить таким вот молодежным сленгом, языком, нарцисс палится, и он даже где-то в фильмах, где-то вы можете ему рассказать о своей подруге, друге, еще кому-то, просто свою личную ситуацию ему озвучить, и он может перейти на лекцию нарцисса чаще всего. Я даже озвучивал, вот знаете, такие вещи нарциссам, они всегда очень плохо проходят это тестирование. Когда вы начинаете диалог, ну, я, допустим, у человека спрашиваю, как твои дела, как твое самочувствие, что произошло у тебя интересного. И я готов его выслушать, и мне действительно интересно, мне нужно получить эту информацию от человека, потому что это обычный, да, мой друг, допустим. И одна из форм дружбы для меня с людьми – это умение, так скажем, выслушал, чтобы партнер меня, я выслушал партнера. И так как дружба – это некая взаимосвязь и коммуникация между двумя субъектами, для меня важно, что происходит в его жизни, я должен понимать хорошо ему, плохо, и как-то взаимодействовать с его жизнью. Да? Чем ближе этот человек, тем больше это взаимодействие. Нарцисс не умеет взаимодействовать с вашей жизнью, он умеет взаимодействовать только со своей жизнью. Вот отсюда и все выше вытекающие последствия и отсутствие, соответственно, вот этого эмоционального ответа. Также нарцисс верит в то, что, соответственно, все ему завидуют. Это, ну, понимаете, очень часто в патологии это уже может перейти в манию величия, и на фоне мании величия может развиться, ну, уже такие вот вещи, да, когда и все ему завидуют, все его хотят убить, что-то такой паранояльный синдром какой-то, то есть туда наклеиваться и так далее. Поэтому здесь очень важно понять то, что когда вы, соответственно, проводите аналитику с нарциссом, вы должны учитывать, что он думает, что вы хотите у него забрать его ресурс, вы его высоко оцениваете, завидуете его ресурсу, завидуете его такой клевости, если можно так сказать. Смотрите, новый термин, друзья, клевость, вот, да, и, соответственно, таким образом вы можете взять и навредить нарциссу, или навредить вашим взаимоотношениям, или отпугнуть нарцисса на этапе знакомства, что может быть плохо, потому что это может быть важная работа, трудоустройство, да, и, ну, бывает у нас нет выбора, вот эта компания самая лучшая, вам нужно копить, да, кормить детей, копить денег, а, соответственно, там начальник нарцисса, нужно уметь ему понравиться. Поэтому вы можете отпугнуть его тем, что слишком хорошо ему просто расскажете о себе. Нарцисс завислив, запишите себе это, крайне зависит. Ну, и в заключении такой уже лекция, да, целая, получается, хотелось бы отметить самонадеянность нарцисса. Самонадеянность нарцисса, то есть, понимаете, это значит то, что все его планы он вынужден переоценивать. То есть, везде пахнет, опять же, возвращаясь к первому тезису, грандиозностью, манией величия. Если он начал качаться, он должен быть не меньше, чем мистер Олимпия. Если он начал заниматься бизнесом, он должен стать, как минимум, Ходорковским. Ну, и так далее, и тому подобное. Поэтому, соответственно, нарцисса по его разговору очень легко отследить, дорогие друзья. Везде будет грандиозность. С вами был Крафцев Сергей. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я вас жду в своем инстаграме. Также я хочу услышать, соответственно, ваших комментариев больше. Я хочу понять, сколько людей меня смотрит на данный момент, являются такими активными, да, просмотрщиками. И есть ли среди вас те, кто просто молчит, как-то, может быть, стесняется ставить свои комментарии. Но, тем не менее, вы регулярно смотрите мои выпуски. Что я хотел бы сделать? Или просто, может быть, вам вы первый раз на канале, но вам понравился канал. Что я хотел бы сделать? Да, вас попросить. Поставьте, пожалуйста, мне хотя бы плюсик в комментариях. Я хочу посмотреть, сколько у меня вот такой живой аудитории. То есть не забудьте там нажать лайк, подписку, если вы первый раз на канале. И поставьте плюс. Я просто хочу видеть, сколько аудитории живой, потому что я планирую начать с вами взаимодействовать. Это касается, да, когда нас наберется 5000 съемок ответов на вопросы, это касается задавания мной вопросов во вкладке сообщества и так далее. Ну и вообще вот мне нравится взаимодействовать с аудиторией, поэтому поставьте, пожалуйста, плюсик там внизу в комментариях. Соответственно, напишите мне что-нибудь, если нечего написать, ставьте плюс, в общем-то, или смайлик какой-нибудь, мне будет приятно. С вами был Крафтов Сергей, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и да пребудет с вами здоровая традиция. Субтитры сделал DimaTorzok